Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня у нас завершился групповой этап Лиги Наций. Ну и разрешилась интрига в одной из самых интересных групп, где одновременно выступали испанцы и португальцы. Соседи по Пиренейскому полуострову, извечные конкуренты, соперники, невероятно талантливые и интересные команды, которые здесь разыгрывали путевку в плей-офф. В данной встрече Испания многими, скажем так, воспринималась как фактически андердог, тем более, что при ничейном результате в плей-офф выходили португальцы, то есть они изначально смотрели здесь в положении фактически фаворитов, ну и они как бы были выше в турнирной таблице. Перед этим матчем португальцы играли у себя дома на своем поле и, казалось бы, все карты у них на руках. И что самое главное, если посмотреть на ход этой встречи, то здесь, да, испанцы больше владели мечом, что было вполне себе ожидаемо. Испанцы возились со снарядом, но с созданием опасных моментов у моей любимой Испании были колоссальные проблемы. А вот португальцы, знаете, они как-то вот очень деловито разбирались с обороной испанской сборной, раз за разом создавали опасные моменты, причем разнообразно, только вот реализовать не могли. И вот в данной встрече, на мой такой субъективный взгляд, героем матча является не Марата, который принес победу своим забитым мечом, а Унай Симон, галкипер, который просто тащил как боженька в этой встрече. И знаете, много было вопросов касательно того, что Луис Энеки не вызывает Дехея, что он выбирает не тех галкиперов, вообще не пойми кого, но Унай Симон, по-моему, в этой встрече ответил просто, знаете, наглядно, зачем вызывают его, а не кого-то другого. Победа испанцев, ну, наверное, не совсем заслуженная, не совсем обоснованная по ходу этой встречи, но победа решающая, которая принесла им путевку в плей-офф. Давайте разберем эту игру подробно. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор – компания Балтбет, и она предлагает вам специальную акцию. Вы можете выиграть 2,5 тысячи рублей, ничем не рискую. Что нужно сделать? Да всего ничего. Пройти по ссылке в закрепленном комментарии, зарегистрироваться на сайте Балтбет, а также вести промокод, который также указан здесь, в закрепленном комментарии. Тогда вы получите бесплатную ставку, фейбет, по которой можете выиграть 2,5 тысячи рублей. Дерзайте, ребята, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуем. Ну, а теперь давайте пробежимся по составу. Итак, здесь, знаете, интересно было посмотреть на Испанию, потому что огромное количество либо нынешних футболистов Валенсии, либо бывших. То есть тут, пожалуйста, Гильямон, Гая, Солер, Ферран Торрес. Некоторое время назад они вместе играли за Валенсию. А сейчас вот, пожалуйста, выступают за разные коллективы немножко. Кто-то уехал в Англию, кто-то во Францию. Но вот спустя какое-то время вместе они собрались. Как же круто было Валенсия 2-3 года назад. Практически базовый клуб для сборной. Но, тем не менее, Пау Торрес и Гильямон в центре защиты, что было своеобразным риском, потому что Гильямон в клубе в основном играет в опорной зоне. Да, в центре защиты он тоже играл когда-то, но это уже давно и неправда. В общем, его переместили на не самую сейчас для него оптимальную, наверное, позицию. Гая и Карвахаль на флангах. Мне кажется, здесь опытные исполнители с очень серьезным багажом за спиной. Но при этом тот же самый Карвахаль все-таки уже старичок. Что тоже, скажем так, вызывало определенные сомнения. Тем более, что альтернативы у испанцев были, в том числе на флангах. У Най и Симон на воротах. В центре поля Коки Эрнандес и Солер. Тоже неожиданный выбор исполнителей. Нету ни одного из каталонцев, ни Бускетса, ни Гави, ни Педари. Это, кстати, на тему того, что, так сказать, Энрике – это фанатик Барселоны, который гнобит всех футболистов из других команд. Вот, пожалуйста, посмотрите. На решающий матч вышел без единого хавбека из этой великолепной барселонской троицы. Марата на стое, Ферран Торрес рядом и Сараби. Ну, прям, скажем, неоднозначная атака. Марата считается вечно молодым и перспективным транжирой моментов. Ферран Торрес. Что-то то же самое, вот, вроде Мараты, только помоложе. И Сараби, который всегда был таким игроком на подскоке, на подмене, как, знаете, вот такой вот футболист, который способен быть двенадцатым игроком. То есть, вроде как на первый план не вышел, не всегда даже попадает в стартовый состав в топовых клубах, вроде ПСЖ. Но всегда может понести пользу. В общем, знаете, максимально не звездные нападения сборной Испании. Можно так это все озаглавить. И с такой вот атакой нужно было прорывать, ну, достаточно организованную оборону Португалии. Со звездными игроками, вроде Диаши, Канцелу, Мендеша, Перейры. В общем, куда ни посмотри, везде сплошные звезды здесь. Поэтому в центре поля тоже мощные силы. Невиш и Вильян Карвалью. В общем, мощнейший центр поля. С сумасшедшими футболистами-опорниками. Фернандеш, которые действуют ближе к атаке. И впереди Роналду, Жота и Силба. Вы знаете, если посмотреть на подбор исполнителей, то португальцы, ну, при всей моей любви к Испании, смотрятся на две головы сильнее. Объективно говоря. Это, возможно, самая не звездная испанская плеяда за последнее время. Особенно учитывая то, что главные звезды в лице Педре, Гаве и некоторых других сидели на скамейке запасных. Ну и, знаете, в плане качества игры испанцы тоже были, прям скажем, не звездными. Да, они владели мячом 67% времени против 32%. Это было ожидаемо, потому что это стиль испанцев, во-первых. Во-вторых, что еще очень важно, им нужно как бы отыгрывать отставание от Португалии. Потому что в случае нищие португальцы выходили в плей-офф. Но поэтому у испанцев совершенно не шла конструктивная мысль. Как мне кажется, здесь все-таки с составом не угадал. Луис Энрики мы увидели совершенно стерильное владение, без обострений, без по-настоящему хороших проникающих передач. И, вы знаете, весьма характерная такая статистика сборной Испании, что у них за всю эту встречу лишь 9 ключевых обостряющих передач. Раз в 10 минут испанцы передачей взламывали оборону соперника, чтобы кто-то нанес удар. Для испанской сборной, которая базируется на контроле, на таком вот варианте тики-таки от Луиса Энрики, это катастрофа. И объективно говоря, не совсем был понятен выбор футболистов впереди, в наступлении. То есть здесь Торрес, ну, скажем так, человек, который проводит не самый однозначный период карьеры. Марата, который флегматичный такой исполнитель, которому нужно настроение. Сараби, который никогда не был какой-то звездой полноценной. То есть здесь еще и впереди не было альфа-самцов, которые могли бы взять мяч под контроль и заколотить гол из ничего. Как помните, в лучшие годы там Фернандо Торрес, тот Великий Торрес или там Вилья, которые могли тащить вдвоем, как великолепная связка впереди, в команде Араганесса. Вот здесь у испанцев были колоссальнейшие трудности с тем, чтобы создавать опасные моменты. В то же время португальцы пользовались всеми своими преимуществами, скоростными атакующими игроками, которые способны выбегать в контратаке. Великолепно пользовались преимуществом в атлетизме. Диаш там со стандарта мог забивать. Бруду Фернандеш солировал в креативной зоне, наносил в том числе опасные удары со средней и дальней дистанции. Португальцы были лучше, объективно. Это я как болельщик испанской сборной говорю. Португальцы были интереснее. Здесь, мне кажется, их просто подвела реализация, по факту. А испанцы, ну, следует признать, что Марата, тот самый флегматичный персонаж, который является таким вот испанским спящим гигантом, он взял, да и неожиданно проснулся в концовке. Создал два момента, один из которых реализовал. Вот то, что я и сказал, нету альфа-самцов в нападении, которые способны из ничего забивать голы. Ну, вот Марата со своим талантом, но со своим таким, знаете, не самым боевым характером, он вот получается, что включается только эпизодами, включается только моментами. Но что характерно, у Марата постоянно вот эти моменты получаются в ключевых ситуациях. Вспомните, сколько важных голов он забил за Ювентус. И вот здесь принес своей сборной победу в группе, совершенно, мне кажется, необоснованную победу в этом матче, просто вот в концовке проснувшись и исполнив как следует. Тут, конечно, следует отметить работу всей команды. И Кравахали отлично навесил, и Уильямс Малачино поборолся. Отличная замена Луиса Энерики, который сыграл. Но, объективно говоря, Марата, конечно, принес победу, которая не смотрелась логичной в этой встрече. И Марата подчеркнул свой талант, так скажем, который у него действительно присутствует, но включается только эпизодами. Вот в этой встрече он включился в концовки и, пожалуйста, принес команде победу. Хотя, конечно, это не совсем справедливо. Его в первую очередь принес победу Унай Симон, который уже после забитого мяча Мараты спас команду в эпизоде, когда Роналду мог забивать и фактически выводить свою команду уже в плей-офф Лиги Наций. И это не считая других эпизодов, когда Унай Симон просто тащил как боженька. В итоге мы увидели матч, который подчеркнул все слабости испанской сборной. Отсутствие большого количества суперзвезд, как у той же самой Португалии, способных тащить и вести игру команды. Огромное количество неоднозначных решений Энерики, тренерских, в том числе в плане состава. Огромное количество экспериментов, которые лишают команду цельности и качественного подбора исполнителей зачастую. Огромные проблемы с реализацией своего преимущества во владении, которые никак не переходят в опасные ситуации. И при этом в этой встрече за счет героизма Симона и за счет отдельно взятого Якова эпизода в исполнении Мараты команда побеждает. О чем это говорит? О том, что Испания не избавилась от своих демонов, от своих проблем. И, наверное, Испания в этом турнире, в Лиге нации и не пыталась сыграть на 100%. И мы увидели огромное количество вот этих экспериментов от Энерики. И, возможно, Испания особо не хотела даже побеждать в этой группе. Может быть, это им было и не особо интересно, но они в итоге победили. Потому что в этой встрече, где португальцы объективно были сильнее, португальцы наперлись, налетели, наехали на вот такую глыбу в лице Унара Симона. Раньше кто-то спрашивал, зачем его сделали основным в сборной Испании. Я думаю, после этого матча таких вопросов уже не будет. Он вывел свою сборную в плей-офф Лиге наций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова